Субтитры делал DimaTorzok Сегодня я хотел бы показать вам новую рубрику под названием Шикарные тактики Данная рубрика создана для начинающих игроков в основном Так что не нужно писать Я это все знаю, типа это уже миллион лет известно Когда я вижу в рандоме игроков с малым количеством боев И вижу как они играют, я понимаю, что нифига никто ничего не знает Так что давайте приступим Первая тактика на карте Заполярье Подходит она для быстрых танков В основном для ЛТшек, но также может подойти и для СТ Сюда нужно ехать как можно быстрее в начале боя Эту позицию нужно занимать для того, чтобы подсветить проезжающие танки Порой можно тем самым очень хорошо в начале боя помочь своей команде Так как этот подсвет вполне может реализоваться в дамаг по противнику Арта может по врагам стрелять Ну и также ваши союзники в квадрате Е2 Если они додумаются туда встать Ну и кроме того, вы можете сами пострелять по врагам, которые тут светятся В основном тут они поблизости, вот на этой горе могут засветиться Как вы можете видеть, стреляю я по 50 шторки Ну и вот таким вот образом понемножечку можно набивать дамаг И агрить на себя врага В целом хорошая тактика Итак, с другого респа есть тоже хорошая тактика для ЛТ Особенно она хороша для барабанного танка Едете сюда как можно быстрее в начале боя И засвечиваете разные вражеские танки Иногда они могут быть быстрыми, иногда медленные Если медленные, то повезло вам Можете пострелять им в борта И тут, конечно, понятное дело Вы очень сильно агрите на себя противников И я поэтому эту тактику не всегда использую Потому что боюсь, что на меня выйдут и сольют меня Потому что такое бывает очень часто Но если такое произойдет То есть считаете, что вы пожертвуете собой Может быть даже вас не убьют Но ваши союзники с горы отлично Постреляют по вражеским танкам Которые, может быть, и убьют вас Но потом сольются То есть вы агрите на себя внимание Подсвечиваете тут Ну и иногда дамажите На топовых СТ ехать сюда, наверное, все-таки не рекомендуется Потому что потом выбраться отсюда будет сложновато Стоит отметить, что все тактики в этой рубрике Я сам применяю То есть каждую тактику в рандоме я использую Рано или поздно То есть в зависимости от сетапа и танка И все они эффективные То есть я действительно ручаюсь за то, что они действуют Следующая тактика больше подходит для быстрых, тяжелых или средних танков С неплохим бронированием И туда нужно ехать как можно быстрее в начале боя Например, я поехал туда на 112-м Но часто еду и на других танках Потому что мне лично эта тактика понравилась И частенько она дает вполне неплохие плоды Что же тут можно сделать, когда вы приедете? Если вы приехали вовремя То, во-первых, вы можете пострелять в борта Всяким танкам, которые едут в штаны Можете даже иногда их поджечь Или загуслить Или БК сломать Так как вы все-таки в борт стреляете В общем, очень даже хорошо При этом противники не смогут же остановиться Чтобы по вам пострелять Так как им нужно забираться туда дальше Так что они будут совершенно беззащитны Также можно пострелять вот в это место Где стоит там 54-ка Иногда высовываются там противники К тому же тут вы скрыты от арты И немного прикрыт ваш корпус за этим камнем И так что можно безопасно тут находиться До конца боя Ну, до тех пор, пока это требуется А потом уже поехать дальше в атаку Также можно стрелять по врагам Которые находятся там, где 54-ка сейчас Следующая тактика на карте Малиновка И подходит она для быстрых средних танков Ну и также может подойти для ЛТ Например, попали вы на каком-то ЛТ В кромешный ад В самый низ списка Никого там не можете пробить И уж поверьте С этой позиции вы сможете принести много пользы Особенно есть артиллерия в бою Я тут сыграл в начале боя довольно неаккуратно Но получал На самом деле можно было этого избежать И в целом позиция, конечно, не супер безопасная Но тем не менее Сливать вас прямо в начале боя тут легко не должны Так как если противники и выйдут на вас То сразу же они подвергнутся обстрелу ваших союзников И как вы можете видеть Отсюда отлично можно стрелять по врагам Которые забираются на горку Можно пробивать их прямо в уязвимые борта Ну и кроме того, вы можете их подсветить Так как, в принципе, обзора должно вам хватать Если у вас он, кстати, нормальный Желательно сюда ехать с нормальным обзором Конечно, там минимум хотя бы 380 метров Лучше больше Ну и кроме того, стоит отметить Что вы подсвечиваете тут не только гору То есть врагов, которые забираются на гору Но еще и ближайшую местность То есть если враги где-то тут рядом катаются То вы их подсветите И ваши союзники не прочь Поэтому за свету будут отстреляться Кроме того, можно также Если врагов рядом нету и вас никто не светит Там встать рядом в кустик И подсвечивать вражескую базу К сожалению, тут в этом отрезке боя Мне не довелось так сделать Но, поверьте, такая тактика крайне эффективна В целом, очень хорошая тактика, как по мне И на быстром танке она позволяет действительно Очень много пользы приносить своей команде И последняя на сегодня тактика В этом бою находится на карте Эрленберг Сюда лучше всего ехать на быстром танке Желательно с хорошим обзором и крепкой башней Тут вы сможете не только подсвечивать противников Но и сами настреливать урон Позиция очень даже хорошая Арта, конечно, тут может достать Но если вы будете двигаться То попасть по вам будет сложнее Естественно, если у вас большой танк Такой, например, как FCM 50 тонн То арте будет проще, по-моему, попасть Поэтому желательно все-таки сюда ехать На небольшом танке Ну и в данном случае, конечно, тут много игроков Потому что я эту позицию занял, так сказать, уже потом А все-таки желательно ехать сюда своевременно В начале боя Для того, чтобы получить больше всего опыта за засвет Ну и самому побольше надамажить В целом, очень хорошая тактика Рекомендую всем Часто ее использую Ну и, друзья, на этом все Если вам понравилась эта рубрика И вы хотите продолжения На самом деле тактик у меня очень много И я, в принципе, не против вам их показать В общем, если хотите продолжения То не забывайте ставить лайки До скорых встреч Пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok